Эковизор по популярности бьет все рекорды. Только за три дня приложение, где можно узнать о качестве воздуха в столице Хакасии, скачали более 5000 человек. Экологическая обстановка в Абакане обеспокоены и жители, и мэрия города. Чтобы снять все вопросы, специально на встречу с журналистами в регион прибыл координатор Экологической палаты России. Подробнее Ольга Стельмах. Как прекрасен Абакан на рассвете. Летом. Зимой, в ясный солнечный день, столица Хакасии выглядит именно так. Точнее, проглядывают отдельные его части. Весь город скрывает огромное облако смога, высотой практически в 200 метров. Ничего хорошего, не дышать тяжело. Особенно с деревни едешь в город, мы с Багратского района, мы как с горы, туман стоит над городом. О том, что трудно дышать, говорят и датчики. Их установили в Абакане для круглосуточного мониторинга воздуха. Следить за обстановкой может любой пользователь через бесплатное приложение «Эковизор». Прежний глава Николай Булакин в своё время добивался установки оборудования. Сегодня дело продолжает его команда вместе с Экологической палатой России. Вскоре разместят ещё семь приборов. Как решить проблему с грязным воздухом, станет ясно не раньше, чем через год, когда на руках будут все данные. У нас ситуация получше, чем в Красноярске. Там заметно, что большое задымление, что смог очень большой и сильный. Там, да, ну, если на это уже обращают внимание, может быть и хорошо, чтобы не доводить до такой ситуации, как в Красноярске. Впрочем, предварительные результаты уже есть. С первых дней экраны стали окрашиваться в красный цвет. Причём пиковые показатели утром и вечером. Вот такая логика загрязнения, функция загрязнения, она каждый день. Мы предполагаем, что всё-таки это связано с утренним и вечерним потопкой частного сектора, потому что других причин мы не видим. У нас нет здесь никакой промышленности, которая работает в таком режиме. И мы взяли с вашего ГИБДД, ну, с республиканского ГИБДД, они нам подтвердили, что в это же время же у нас ещё есть пики пробок в Абакане. То есть мы видим два источника пока в первом приближении. О чём уже сегодня говорить можно, экологические проблемы в Абакане есть. Команда Булакина уверена, общественный мониторинг позволит действовать в борьбе за чистый воздух более решительно. К установке датчиков подключились и горожане, по возможности финансируют проект. В экологической же палате надеются, что проблемой, наконец-то, заинтересуются и республиканские власти. Ольга Сеймах, Дмитрий Симонов, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok